Доброго всем утра! Меня зовут Панченко Олег Владиславович, я сегодня буду модерировать это мероприятие и в помощь мне сегодня согласились выступить еще двое моих коллег. Это Антон Линник из компании Seven, Дмитрий Рушников из Пермского политеха и с нами сегодня еще целый большой состав. Я буду представлять всех по очереди наших коллег, кто будет выступать. Значит, маленькие, может быть, вводные слова по поводу ВААМа. Очень интересная, на мой взгляд, технология в области, скажем так, аддитивных процессов для нашей страны, потому что первая простая, достаточно большая часть технологических операций давно-давно была освоена в стране у нас. И при этом при всем, как на уровне страны, на уровне международного сообщества, на самом деле мы начали заниматься и примерно в то же самое время, которое начали заниматься везде. И в этом смысле мы не особо-то отстаем от наших зарубежных коллег, что показывают регулярные публикации наши, представления различных оборудований, установок. Например, Дмитрий Николаевич Рушников на выставке недавно представил, интересный очень принтер свой. И здесь очень много возможностей для нас и шансов для реализации в таком глобальном смысле, я считаю. И такие встречи, которые сегодня нас объединили, мне бы хотелось, чтобы мы проводили как минимум ежегодно. Собирались там состав, как минимум такой же, как сейчас, а то и расширяли его. Засим я бы на самом деле остановился в таком предварительном приветственном слове и передал слово нашему первому докладчику, Дмитрию Николаевичу Рушникову. Прошу вас, расскажите, пожалуйста, о ваших гибридных аддитивных технологиях Пермского политеха. Спасибо. Вот так есть, да? Все, спасибо. Я расскажу, ну все равно для тех, кто может быть в эту тему только погружается. Гибридные аддитивные технологии – это те технологии, о которых говорим, это изготовление заготовок крупногабаритных с какими-то минимальными припусками посредством производительных методов наплавки. Мы здесь говорим про проволоку с последующей механообработкой. Если обычные аддитивные технологии зачастую становятся экономически выгодными, когда мы говорим о каких-то небольших, очень сложных деталях, то такие технологии дают выигрыш в экономике, а самое главное в сроках, зачастую как раз в сравнении даже с традиционными технологиями. И вот здесь приведен слайд университета Кроуфилда, ему, наверное, около 8 лет, сравнение различных процессов. Если мы сравниваем с процессами SLM, лазерного порошкового выращивания, то проволочные технологии выигрывают, конечно, в первую очередь в производительности, в габаритах деталей, в гибкости платформ используемых, в безопасности, показывают очень хорошую экономическую эффективность, механические свойства. Ну и понятно, что проигрывают по требованиям постобработки сложности и точности. В любом случае мы здесь говорим, что мы делаем заготовки под последующую механическую обработку. Я бы про проволочные технологии, если говорить, выделил основные методы, это наплавка электродуговая, CMT сейчас самая распространенная, электронно-лучевая наплавка, плазменная, плазма-МИК. У нас в университете все практически вот эти способы представлены, со всеми имеем опыт от работы и те или иные результаты, но сегодня больше буду говорить про плазменную и про дуговую наплавку. Первая машина у нас была представлена в 2019 году на металлообработке, это оборудование, разработанное совместно с компанией X-Weld, оборудование на базе системы ЧПУ. В ней, кроме процесса наплавки и фрезерной обработки, объединен был процесс также с послойным деформационным упрочнением. Этот процесс используется рядом коллективов для повышения механических свойств, я об этом чуть попозже поговорю, для улучшения структуры материала. Сейчас в компании X-Weld, которая является дочкой нашего университета, разрабатываются оборудования трех типов. Это, во-первых, компактные принтеры, такие как он у нас называется, Прэм, аналогичные промышленным полимерным принтерам. Очень удобный формат для работы, связанный с тем, что универсальное, компактное, мобильное оборудование, которое легко можно переставить с одного места на другое. Иначе, зачастую, если мы говорим про портальные роботехнические комплексы, то это отводится целый участок, организуется, по сути, недвижимое имущество предприятий, для того, чтобы потом переставить с места на место, это целая история. Для больших габаритов используются, у нас разрабатываются, изготавливаются портального типа установки, и в них как раз может совмещаться также с функцией послойного деформационного упрочнения. Ну и традиционно роботизированные аддитивные комплексы для какой-то более сложной геометрии, может быть. За то время, которое мы работаем на реальных деталях, о которых попозже поговорим, я покажу, наработан достаточно большой опыт работы с различными материалами. Здесь приведены свойства для некоторых из тех, которые у нас наиболее отработаны, может быть. Практически для всех материалов свойства доходят практически до уровня кованого материала, ну, там, несколько, может быть, уступая ему, но заведомо превышают по свойствам литьё и свойства проката. Если говорить о проблемах, которые всё-таки при выращивании возникают, одна из них – это достаточно грубое формирование структуры, это межслойное прорастание зерна. Получается крупнозернистая структура как следствие анизотропии механических свойств. И зачастую не очень хорошие свойства. В целом, как я говорил, они лучше проката, лучше литья, но есть ресурс дополнительного улучшения свойств как раз с помощью деформационного упрочнения, о которых я говорил. Вот здесь представлены результаты для сплава ВТ-6, для как раз процесса, когда каждый наплавленный слой деформационно упрочняется, дальше следующий слой накладывается, там получается сложное термомеханическое воздействие на наплавленный металл. То есть те деформации, которые мы вносим, дислокации, они дальше претерпевают фазовые изменения под воздействием термических циклов при последующих наплавках. И всё это в совокупности позволяет получать очень хорошие механические характеристики. Вот здесь мы видим, у нас предел текучести для сплава ВТ-6, по сути, получился больше, чем по паспорту. Ну, достигает паспортных значений для предела прочности, при этом без протери пластичности материала. Аналогичные результаты получаются, скажем, для нержавеющих ромоникелевых стали. И мы здесь видим, что проковка позволяет убрать вот это межслойное прорастание зерна, и как следствие это также снижает анизотропию и повышает механические свойства наплавленных образцов. Ну и теперь хочу рассказать побольше о конкретных результатах, которые у нас были. Это результаты последних двух лет. Заготовки, изготовленные для космической отрасли, из титанового сплава, кронштейн достаточно сложной формы, размером порядка 500 мм, и из алюминиевого сплава заготовка для крышки редуктора. Ну, из последнего вот хотел бы показать, это заготовки из конструкционных стали. И вот первый опыт в этом году был изделие с бионическим дизайном. На самом деле очень интересный получился у нас опыт. О нем поподробнее расскажем в августе. Сейчас компания-заказчик готовит выставочный стенд, и вот после того, как на выставке представят, они сказали, что можно будет поподробнее анонсировать. Там в итоге это часть детали, деталь была сварная, но вот общие габариты этой детали 2,5 метра получились у нас. Бионически оптимизированная структура, очень интересная получилась работа, которая потребовала как технологических наработок, так и работ с программным обеспечением. В общем, не существует готовых решений, которые позволяют такую геометрию выращивать. У нас разрабатывается и свое оборудование, и программное обеспечение. Вот здесь я хотел бы показать, мы просили Протон, ПМ, предприятие структуры Роскосмос участвовать в этой сессии, но не получилось у них в связи с загрузкой производственной. На участке предприятия организовано производство по нашей технологии, мы по лицензии им передали технологию, плюс программное обеспечение для проведения работ. Ну и вот это одни из их первых опытов по производству оснастки. Оснастка, наверное, об этом еще будем сегодня говорить, одно из таких первых очевидных приложений для данной технологии, позволяет очень быстро реализовывать, ну там, скажем, заготовки массой 100 килограмм, можно буквально там получать за 2-3 дня после получения заказа. У нас был такой опыт отгрузки для заказчика заготовок. Это заготовки, выращенные уже непосредственно на предприятии. Всегда приятно такие кейсы слышать. Вот заготовка, которая слева, скажем, лепесток, она по расчетам была им посчитана около 350 тысяч сторонним производителям. Такая деталь и 4 месяца работы. Они сделали, посчитали за 120 тысяч у них получилась себестоимость, и срок изготовления 3 недели вместе с механообработкой занял. Вот это уже одна из их последних работ. Эта заготовка получается уже массой 700 килограмм. Она оптимизирована, станочная оснастка. Она оптимизирована по массе. Ну вот тут они как-то попытались убрать лишний металл, который не используется. В оснастке, опять же, одно из очевидных преимуществ, что не обязательно даже потом все механически обрабатывать, достаточно только посадочные поверхности, что позволяет также сэкономить производственный цикл изготовления значительно. Ну вот, протон сейчас выходит уже на работы, связанные с внедрением технологий для реальных деталей. Здесь вот отработана совместно с нами была у них технология изготовления из высокопрочных мартенситов стареющих стали. Технология, свойства получились выше заданных, тех, которые были заданы в тех заданиях, и удовлетворяют уровень упаковок. Материал очень хорошо термически обрабатывается здесь, убирается вся анизотропия, механические свойства достигают заданных значений. Ну и я так хотел немножко рассказать о том, чем мы сейчас планируем заниматься, какие вопросы нам, кажется, проблемные сейчас видятся. Я думаю, что мы о них подробнее сегодня еще будем разговаривать. Первое, это рынок сейчас растет, и мы, мне кажется, столкнулись с ситуацией, которая была когда-то в СЛМ-технологиях внедрения у нас, в порошковой наплавке, когда возник дефицит материалов, порошков. Вот сейчас у нас такая же ситуация, что налицо дефицит материалов, качественных материалов для реализации технологии. То есть когда необходимо изготовить, ну вот к нам приходят реальные заказы, за несколько месяцев нужно изготовить около тонны заготовок, мы технологически с этим готовы, но у нас большая проблема найти материал для этого. Следующий момент, желательно, чтобы материал был отечественный, с чем проблема, качественный, с чем тоже сложно, если там пытаться совместить, и по стоимости. Зачастую сейчас импортный материал получается дешевле, чем материал российский. Но дальше, в любом случае, если мы идем про внедрение технологии, это повышение повторяемости механических свойств, обеспечение механических свойств, программное обеспечение, о котором я сейчас говорил, и думаю, не я сегодня единственный, будем еще про это говорить. Повышение производительности процесса, потому что сейчас мы сталкиваемся с запросами, когда речь идет о выращивании заготовок массой несколько тонн и выше, и поэтому там уже хочется поднять производительность не 5-10 килограмм в час, а значительно поднять это то, над чем мы тоже сейчас работаем. Автоматизация процесса, потому что процессы ведутся так или иначе сутками, и хочется, чтобы процесс был близок к процессу SLM, когда пошел, оставил, ушел. Сейчас, опять же, обменяемся опытом, но по моим ощущениям, в любом случае всегда необходимо у нас наличие оператора, который так или иначе участвует в этом процессе. Это значит трехсменная работа на протяжении недель, определенные организационные. Ну и сертификация, конечно же, необходим шаг, который мы сейчас все ждем. Представители предприятий здесь, наверное, может быть, спросим вас, как вы видите перспективы в этом направлении, и повышение сейчас доли российских комплектующих, над чем мы все работаем. То есть когда мы говорим вот про те установки, которые у нас, у нас своя мехатроника, свои порталы, свои источники сварочные, свои плазматроны. Я считаю, что важным сейчас так или иначе переходить на подобного рода системы, потому что то, на чем мы очень долго работали, на источниках, например, компании Fronius, ну, наверное, в сертификацию сейчас закладывать эти решения будет не совсем правильно. Ну и все в целом, это вот какие-то проблемы, перспективы развития, но тем не менее я здесь отметил, что это решение один из важных элементов может стать у нас в части достижения технологического суверенитета. У нас в России проблема получения высококачественных литейных крупногабаритных заготовок, тем более из сложных сплавов, из НКНЛ 718, из титановых сплавов. Поэтому такие технологии, наряду с технологиями порошковой наплавки, которые позволяют изготавливать крупногабаритные заготовки, мне кажется, это может быть тем решением, которое позволит в кратчайшие сроки разрыв преодолеть. Все, спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Очень интересный у вас доклад. Во-первых, актуальность на самом деле гибридных процессов, в том числе, если речь идет об послойной проковке или послойном упрочнении такого характера, на самом деле сложно недооценить, потому что кроме статических свойств, которые вы представили, еще очень важна история с динамическими, так называемыми усталостными. А этот процесс позволяет поднять именно усталостные характеристики, причем значительно. И здесь на самом деле очень хорошо, что есть группа у нас в стране, которая ведет работу в этом направлении. Что касается конца вашей презентации, подпишусь практически кровью под каждым словом, потому что задач на самом деле еще все равно очень много, хотя понятно, что мы развиваемся. Очень хорошо, что мы все дружно смотрим плюс-минус в похожих направлениях, потому что это позволит даже в некотором роде нам друг с другом конкурировать и развивать конкретные направления быстрее. Коллеги, у кого-то из зала вопросы Дмитрий Николаевич появились? Пожалуйста, ждите, пожалуйста, микрофон. Докричите, хорошо. У нас запись есть, поэтому, наверное, лучше микрофон. Поподробнее про передел проковки можете рассказать, как это выглядит в цехе? Ну, то есть у нас устанавливается ударный инструмент, который после каждого наплавленного слоя или чередуя через два например, три наплавленных слоя повторяет траекторию движения наплавочной головы осуществляя проковку наплавленного слоя деформационную, ну там, деформируя в пластической области. На манипуляторе, то есть? Это на портальных системах. На портальных, да? И снижение анизотропии, она там полностью может быть убрано, и повышение механических свойств. Спасибо большое. Можно, если можно, коротко, время у нас поджимает. Скажите, Павел, ведь по контуру проходит за какое-то время наплавка, да? И точно так же время нужно для того, чтобы проковать. Вот как эти времена между собой? Ну, на самом деле, там варьируется. Зачастую мы можем даже не проходить по всему контуру проковкой, а проходить разреженно. Но время, конечно, в этом случае увеличивается. То есть, так по соотношению, если полностью повторять траекторию, то время увеличивается раза в три. Общее время процесса. Но если на первую очередь выставляется качество, то… Спасибо большое. Надеюсь, будет еще возможность подискутировать на эту тему. Она действительно очень интересная. Я прошу нам выступить следующего докладчика. Это Линник Антон Александрович из компании Космические транспортные системы S7. Прошу, Антон. Добрый день. Хотел бы в первую очередь присоединиться к словам благодарности к организаторам за организацию такого мероприятия. Это очень важно для нас. И я нахожу его неимоверно полезным для развития этой отрасли. Поскольку я работаю в компании Seven Space, то основа моего доклада будет нацелена на тематику производства ракеты. Как известно, наша компания занималась некоторое время созданием ракеты-носителя собственного производства. И под эти задачи нами были освоены технологии сварки трением с перемешиванием и проволочно-дуговая аддитивная технология. Подробно останавливаться на том, что из себя представляет процесс выращивания. Ну, сам процесс аддитивных технологий я не буду. Извиняюсь, к сожалению, звук забыл убрать. Хочу отметить, что в мире есть положительный опыт применения данной технологии в области ракетостроения, и он принадлежит американской компании Relativity Space, которая именно таким образом производит баки своей ракеты-носителя. В этом году произошло достаточно значимое событие в мире вам. Компания Relativity осуществила запуск своей ракеты-носителя. Он не совсем успешный, однако первая ступень полностью отработала свой цикл, что позволяет сделать вывод о применимости вообще аддитивных технологий в ракетостроении. Пару слов о конструкции баков ракеты-носителя Relativity. Они имеют шпангоутную структуру и с точки зрения ракетостроения являются избыточно тяжелыми. Это обусловлено возможностями технологии и ограничениями применяемых сплавов. Однако, несмотря на это, конструкция имеет колоссальную технологичность по производству, поскольку производится на одну единицу оборудования за одну технологическую операцию, а значит мы можем очень гибко подстраивать производство под изменяющиеся требования конструкторского отдела и легко переналаживать на другие типы размера или другие формы днищ, вернее баков. Где же мы находимся в этом удивительном мире, где летают в космос напечатанные на принтере ракеты? На самом деле мы не так уж и далеко, как сказал Олег, потому что все компании используют на самом деле самое обычное сварочное оборудование. Это самый обычный сварочный робот, который используем и мы. Они широко применяются в промышленности и весь фокус кроется в мастерстве инженеров-технологов и применяемом программном обеспечении. У нас на нашей производственной площадке мы используем программное обеспечение собственной разработки, и оно состоит из двух частей. Это CAM-система или ПО для создания управляющих программ для оборудования, и система онлайн-мониторинга и управления процессом синтеза для того, чтобы оператор имел возможность вмешаться в процесс, если что-то идет не по плану, а оно обязательно пойдет не по плану. Решение о собственной разработке принято не случайно. К сожалению, в мире практически отсутствует готовое ПО для аддитивных технологий, которое может работать с роботизированными комплексами и наиболее популярным решением является использование так называемого фрезерного ПО с функциями аддитивных технологий. К большому сожалению, оно далеко не всегда учитывает потребности и возможности аддитивных технологий, и поэтому, на наш взгляд, является не лучшим вариантом для использования. Что же в ракете можно делать проучно-дуговым аддитивным способом? В первую очередь можно повторить то же самое, что делают релятивити. Однако, как я уже говорил, в этом случае мы получим достаточно тяжелую ракету, которая с точки зрения экономики имеет не очень большие перспективы в долгосрочном планировании. Кроме этого, возможно изготавливает так называемый вафельный фон. Это вот такая вот конструкция, как в варианте 1. Она имеет решетчатую конструкцию и в настоящее время изготавливается сложной объемной фрезеровкой из толстостенных плит. Понятно, что этот процесс очень длительный и обладает очень низким коэффициентом использования материала, и хорошо бы его как-то улучшить. Наши опыты в этом направлении показали, что данный подход работоспособен, и его можно использовать при производстве такого рода конструкций. Однако, возникают достаточно серьезные сварочные напряжения, противостоять которым необходимо достаточно мощной сварочной оснасткой. Кроме того, необходимость объемной фрезеровки никуда не исчезает. И также возникают вопросы к конечным свойствам изделия, поскольку механические свойства в разных участках у него будут совершенно разные. Помимо обечаек, в баке есть различные силовые элементы кольцевой формы. Сейчас они также изготавливаются фрезеровкой из очень сложных и дорогих заготовок в виде кольцевых бубликов с прямоугольным сечением. Поработав с этим направлением, мы поняли, что все получается достаточно интересно. И решили на этом не останавливаться и оптимизировать конструкцию. Таким образом, мы пришли к варианту изготовления днища целиком аддитивным способом с заложением в него силовых элементов конструкции. Вот так выглядит процесс синтеза такого днища на нашей площадке. Оно имеет диаметр 1,5 метра и массу после выращивания около 90 килограмм. Временно производство такой заготовки занимает около 80 часов. При этом возможности аддитивных технологий позволяют нам комбинировать несколько моделей в одном теле и добиваться тем самым требуемой детали за один установ. В прошлом году мы провели внутренние гидростатические испытания конструкции бака нашей разработки, в котором обечайка сварена из листовых материалов трением с перемешиванием, а днища аддитивно выращены и приварены к полученной обечайке дуговым швом. Конструкция выдержала расчетную нагрузку с запасом, а само разрушение произошло за счет срыва резьбы в крышке люка, что является достаточно неплохим результатом. Также на слайде вы можете увидеть некоторые механические свойства алюминиевых сплавов, которые мы исследовали в данной работе над этим проектом. Особо стоит отметить российские сплавы с содержанием скандия. Они показывают очень интересные результаты, однако, к сожалению, сейчас являются достаточно дорогими и не производятся серийно, что, несомненно, связаны между собой факторы. Помимо ракеты и алюминия, наша команда также занималась и занимается в настоящее время выполнением различных запросов по изготовлению заготовок методом проволочной ноговой печати. Здесь представлен один из примеров таких заготовок. Это заменная часть для некоторой машины, которых необходимо всего пару штук в год, и меняются они по мере износа. Поэтому литейное производство достаточно сложно организовать, и оно будет дорогостоящим. Аддитивный же вариант изготовления занимает 18 часов, и материал получается сплошным, без дефектов, характерных для литья, и механические свойства имеет не хуже, чем распространенные литейные сплавы. Еще одним вариантом работы со сталью является замена классической операции приварки фланца на операцию выращивания фланца на валу. Классический способ состоит из множества технологических операций, успех которых зависит в большей степени от степени автоматизации и оптимизации производства. А они, в свою очередь, зависят от серийности изготовления деталей. В аддитивном же варианте это одна единственная технологическая операция, которая имеет четкое тактирование по времени, и по нашим расчетам аддитивный вариант даже выигрывает по экономическому эффекту при производстве до 100 штук в месяц подобных деталей. Помимо конструкционных сталей, наша команда также имеет опыт по работе с жаростойкими и жаропрочными сплавами на базе никеля и меди. Первая деталька – это заготовка сопла малого турбореактивного двигателя, и производится такая деталь всего за полчаса. Вторая же деталь – это заготовка из жаропрочной бронзы, о которой сегодня еще будет разговор от других наших спикеров. Очень сложный и капризный материал для сварки и наплавки. Кто работал с медными сплавами, знают это. Тем не менее, у нас получилось с ним справиться и добиться достаточно стабильного формирования вот такой вот тонкой стеночки. Зачастую в деятельности предприятия возникают ситуации, когда необходимо получить неответственную деталь, но зато надо получить ее максимально быстро. Заготовок на складе нет, либо для этого необходимо купить целую плиту, с которой непонятно потом, что делать. В этой ситуации проводочная договора технология способна прийти на помощь и позволить получить необходимую для деятельности производства деталь в максимально короткие сроки. На данном слайде представлено несколько примеров из нашей собственной практики. Вот последние четыре детальки находятся в эксплуатации уже больше двух лет и никаких проблем с ними не наблюдается. Сейчас усилия нашей команды в основном направлены на создание программного обеспечения для осуществления аддитивных технологий с помощью роботизированных комплексов уже для коммерческого использования и выполнение различных коммерческих запросов по изготовлению заготовок методом проволочно-дуговой печати. Мы видим большой потенциал в массовом применении этой технологии на предприятиях, у которых установлены робототехнические комплексы для сварки. И хотим предложить инструмент, способный решать такого рода задачи. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. Пять копеек свои вставлю. На самом деле есть различные подходы в расчете экономики этого процесса. Очень интересно. И самое главное может быть вообще во всей этой истории, на мой взгляд. Я говорю, что сам процесс вам, он позволяет зачастую производить изделия даже быстрее, чем кто-то подумает об оснастке для производителя. Это первое. Второй момент. Классический подход, когда мы считаем с вами коэффициент использования материалов. И тут вот вафельная панель, она очень актуально ложится сюда. То есть если мы имеем какой-то очень большой ким, то здесь, конечно, альтернативы вам очень сложно придумать. Там порошковая, конечно, наплавка с такой производительностью не сможет сравниться. Это точно. Спасибо. Вопросы в зале есть к докладчику? Раз нет, то, возможно, подискутировать будет попозже. Прошу включить третью презентацию. В воле и судеб, она моя. Тут несколько слов было произнесено предыдущими докладчиками про программное обеспечение. И, в общем-то, свой доклад я бы хотел на этом моменте заострить. Как сказано, было предыдущим докладчиком, Антон тут упомянул, что часто используют различные пакеты для фрезеровки. И не секрет, что наша команда тоже с этого начинала. Мы начали с программного обеспечения PowerMill для того, чтобы реализовывать историю с построением кода движения для робота при наплавке. Почему это такой не очень хороший вариант? Сейчас основная история в том, что, в принципе, PowerMill мы купить не можем. Мы можем только пользоваться его какой-то не очень адекватной версией. Есть отдельные еще вопросы с работой в рамках одного слоя, поскольку если у нас изделие, например, одностеночное, то сильно больших проблем в построении кода для PowerMill нет. Но если изделие у нас представляет собой массив, то есть там, по сути, нужно будет несколько валиков положить рядом, то PowerMill – это не совсем подходящее программное обеспечение для этого. В связи с этим мы начали поиск различных альтернатив. И одной из первых, наверное, команд взяли за исходное ПО – программное обеспечение с открытым кодом. Это ПО-блендер, оно мультиплатформенное. Мы очень радовались, думали, ой, классно, там можно будет все, что угодно делать. Оно скриптуется, в нем можно построить кинематическую модель любого робота, какого хочешь. Тоже сделать постпроцессор под код в нужном синтаксисе. Однако столкнулись с теми же самыми вопросами, что и в PowerMill. То есть, по сути, если нам нужен слайсер, то адекватного в блендере не сделать. И если нужно работать с полилиниями в одном слое, тоже практически нереализуемая задача. В связи с этим мы подошли к вопросу разработки собственного ПО. Ну и сейчас в некоторых деталях, подробностях расскажу, что у нас реализовано. И, в принципе, это сейчас уже коммерчески доступная история. Первая стадия работы – это непосредственно работа с моделью, с ее ошибками, потому что, на самом деле, их бывает очень много, всяких разных. И здесь наша рекомендация – это, конечно, использовать уже существующее ПО, которое позволяет работать с моделями. В частности, это ПО-блендер. Дальше в наш, собственно, разработанный слайсер вводится модель в формате STL, где, по сути, вы заводите определенные параметры этого слайсинга, ну и, в конце концов, получаете предварительное заполнение там слоев различных. И вот что касается следующей работы уже с визуальными данными, мы долго тоже думали, каким образом это реализовать, и на самом деле остановились на готовых CAD-пакетах. В частности, у нас реализована сейчас некая функция визуализации через программный пакет AutoCAD. Значит, о чем речь? Речь идет о том, что, когда у нас есть готовые слайсы той или иной модели, мы можем создать, разработать аддон под различные CAD-пакеты, в частности, вот как у AutoCAD, я немножко попозже расскажу про это дело, для того, чтобы реализовывать в нем, скажем так, постобработку, то есть смена направления движения при наплавке, ну и разбиение там различных старт-стоп-точки. Ну и, в конце концов, в эти же пакеты, если они скриптуются, там AutoCAD, Compos, там множество других, можно вставить, опять-таки, аддон для того, чтобы он выгружал вам код в нужном для вас роботе. Значит, ну и так, что касается работы с моделями, то есть ошибок на самом деле бывает достаточно много, и с ними нужно работать. То есть здесь приведено только несколько примеров, с которыми мы сталкиваемся, когда речь идет о проработке. Ну, наверное, из таких важных, это, естественно, дыры и несовпадающие вершины, также полигоны нужно в треугольнички превращать, и все это непосредственно предобработка. После чего на базе, например, крольчатки необходимо разделить модель на некие части, у каждой из которых будет, скажем так, своя начальная система координат. Опять-таки не секрет, что сам по себе процесс предполагает наплавку в большей степени в нижнем положении, когда у нас условно горелка находится перпендикулярно горизонту, и для этого нам периодически необходимо сложные заготовки поворачивать. Это первый момент. Второй момент. Значит, у нашего процесса есть ограничения. Ну, например, минимального размера валика, или же минимального размера какой-нибудь элемент конструкции. То есть, в частности, здесь это было выражено в том, что пазы, которые под посадку в этой изделии нам нужно было убрать, поскольку реализовать их в печати мы не можем. Аналогично отверстия меньше заданного диаметра и так далее и тому подобное. Ну и в целом, по сути, при переходе непосредственно к слайсингу мы имеем на самом деле конструкцию, разделенную на части. Первая часть – это некое основание. Для слайсинга мы используем параметры вводные непосредственно высота слоев, которая может быть изменена в зависимости от нужд. Например, там первые слои меньше, вторые больше, ну и так далее. Значит, некую стартовую точку нужно задать, ну как бы и направление слайсинга. То есть это может быть снизу вверх, сверху вниз, слева направо. Это будет зависеть от того, каким образом непосредственно эта деталь как бы строится. Ну и какой результат? Да, этого слайсинга в нашем конкретном случае – это dxf файл, который очень хорошо потом можно скормить автокаду. Что касается второй части заготовки, то здесь, по сути, это одностеночная конструкция, не массив. И из этих одностеночных конструкций нам необходимо получить файлики при помощи определенной стратегии заполнения, которую мы называем скелет. Значит, ну некие скриншоты этой системы. Вначале мы вводим параметры слайсинга, значит, импортируем соответствующий файл в наш слайсер, конкретно там кат модели, да, ну и сохраняем потом в заданном. Сейчас у нас реализованы в нашем ПО три варианта стратегии заполнения. Значит, это эквидистанты, ну скелет и змейка или по другому растру. Значит, после того, как мы отслайсили систему по заданному нами стратегии, необходима некая постобработка. То есть, в частности, мы в рамках скелета должны обстричь какие-то элементы, задать направление наплавки. И все это, на самом деле, в нашем слайсере можно делать некой пачкой, то есть не одной конкретной деталью, а их может быть несколько или несколько слоев сразу. Значит, кроме того, существует возможность редактирования направления наплавки, очередности наплавки, ну и, соответственно, разбрасывания так называемых страт-стоп-точек, поскольку если они будут в одном и том же месте, то мы там будем ожидать накопления дефектов. Значит, при установке, как бы, на самом деле, страт-стоп-точек, по сути, у нас выпрыгивает такой вот формат контекстного меню, да, где мы добавляем там тот или иной программу. И, как результат, на самом деле, выгрузка в заданный синтаксис. Сейчас реализовано это все на искаве и для кавасаки язык АЭС. Но, на самом деле, существует возможность это сделать в каком угодно варианте, ну, собственно, по нуждам. Значит, ну, для подтверждения своих слов, вот, в общем-то, некоторое количество изделий, которые мы реализовали, на самом деле, это серийная продукция практически уже. В общем, все печатается. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста, из зала. Вот, конец, пожалуйста, мы в очках. Здравствуйте. РКЦ Прогресс, Горшков Александр. Очень интересный доклад, спасибо. Единственный момент, который вы не осветили, как мне показалось, это температурная деформация и температурное напряжение, возникающее при печати. Соответственно, все вот эти стратегии, по которым происходит печать, так или иначе, будет влиять на итоговую форму детали. Вот, скажите, пожалуйста, вот в вашей модели задания компенсационной модели происходят перед печатью или на каждом из этапов проектирования детали происходит пересчет в отдельном каком-то ПО? Мы не ставили перед собой цель, конкретно вот в данный программный продукт внедрить компенсацию тепловых деформаций. То есть никак не связано вообще с нашим программным обеспечением. Это, по сути, некий слайсер, который предназначен исключительно для ВААМа. Вопрос, какой стратегию использовать в данном конкретном случае, нужно использовать экспертный некий уровень оценки. То есть человек, который имеет опыт, он и выбирает. Один из вариантов, вот тут коллега объяснил, что нужно очень хорошо крепить заготовку. И нужно понимать, что деформация, это, к сожалению, такая вещь, которая весь вам сопровождает начало до конца. Спасибо. Еще вот один молодой человек, перейдем. Вопрос в целом, скорее, кто занимается ДЭДом. На сегодняшний день требования к компетенции и каким-то морально-техническим качествам специалиста, который будет работать со слайсером на ДЭД, какие? Поясню. С ЛМ достаточно понятно, есть там известный софт, днем научиться плюс-минус полгода. А в случае, если нужен, я вот как технический руководитель должен нанять специалиста и выдвинуть к нему какие-то требования. Как сложно его обучить работать на ВААМ, на Элист в частности? Ну, с Элистом, наверное, тут вопрос решен, насколько я знаю. А вот с вашим оборудованием, вот то, что вы сейчас описали, насколько творческим должен быть человек и компетентным? Понятен вопрос? Да, вопрос понятен. Он очень широкий, я бы сказал. Может быть, в деталях его не стоит обсуждать вот так, потому что можем очень долго говорить. Но концептуально, по-моему, Дмитрий Николаевич, да, тут озвучил, что на самом деле нужен технолог грамотный. И в данном конкретном случае это технолог-сварщик с пониманием процессов автоматизации и Камкад-систем, как работают они. То есть это достаточно талантливый человек пока что. Молодой, талантливый выпускник института по кафедре сварки. Лучше молодая, талантливый выпускник института по кафедре сварки. Например, да. Спасибо большое. Я прошу начать следующий доклад нашего докладчика из компании Лист. Рудольф Сергеевич, прошу, начните. Добрый день. Спасибо, что позвали на доклад. Мой доклад будет посвящен непосредственно алюминиевым сплавам и прямому договому выращиванию по алюминиевым сплавам. В качестве актуальности, уже мои предыдущие со-докладчики сказали о том, что как раз и алюминиевые сплавы очень широко применяются в промышленности, и о том, что и аддитивные технологии наконец-то стали внедряться в промышленность, и непосредственно о том, что ВААМ стал тоже уже неотъемлемой частью и аддитивных технологий, и всего производства в целом. Поэтому свой доклад посвящу именно этому, потому что начинали мы с алюминия, потому что был запрос по алюминию, но сейчас уже начинаем работать и с другими сплавами. То, с чем мы работаем. Сейчас у нас есть основная комплектация на базе промышленного робота Фанука с сварочным источником Fronius с технологией SMT, но также у нас есть ряд оборудований немецкого EVM, которые тоже показывают довольно-таки хорошие свойства при изготовлении и образцов, и изделий методом ВААМ. На первых этапах нами была разработана статистическая модель, которая позволяет прогнозировать геометрию как и единичного валика, так и того элемента, который с помощью наложения этих самых валиков может быть построен. Ну и после создания такой модели, соответственно, мы уже можем прогнозировать то сечение слоя, которое мы можем изготовить. И вот для нас, нами были выбраны некоторые значения, ну, кратные 4, 5, 6, 7, 8 миллиметров, и, соответственно, режимы обработки, которые позволяют достичь этих значений. Ну и также в левой части слайда можете увидеть зоны, помеченные цифрами от 1 до 4. В принципе, хорошее удовлетворительное формирование наблюдается на зоне номер 2. Соответственно, вы имеете плавное сопряжение, будь то от основного материала к валику или же между валиками, которые лежат соседние в пределах одного слоя. А вот цифры 1, 3 и 4 уже не обладают такими хорошими свойствами. Соответственно, могут наблюдаться как сужение перерыва, так и наоборот наплыва на теки, что в свою очередь при последовательном наложении валиков друг на друга уже какого-то хорошего эффекта нести в себе не будет. Ну и, соответственно, были изготовлены какие-то образцы с помощью таких режимов. Ну и, конечно же, ни для кого не секрет, что основная проблема и при сварке алюминиевых сплавов, и тем более при вами, это пористость, которая будет наблюдаться в наплавленном металле. Пробовали мы эту пористость убить на корню, то есть сначала ей пробовали травить проволоку, однако, как вы видите, не то что пористость не ушла, она наоборот даже еще и пришла. А вот как раз-таки побороть пористость с помощью режима уже возможно. То есть можно увидеть, что путем увеличения после какого-то определенного значения время существования жидкого расплава, пористость способна, пора успевает всплыть из-за ванны расплава. И наоборот, при совсем быстрой скорости процесса, когда время существования сварочной ванны совсем маленькое, пористость не успевает. образоваться в расплаве, то есть водород не успевает выделиться из расплава в виде какого-то отдельного включения. И снизу как результат можете видеть достигнутые значения, которые в принципе довольно-таки хороши, то есть максимум полпроцента на стандартном процессе MIG. И в принципе пористость будет довольно-таки сравнимая, что для процесса ВАМ, что для процесса LMD. Ну и, конечно же, были изготовлены образцы, причем образцы в разных направлениях, потому что, как говорили предыдущие ораторы, конечно же, существует некая анизотропия по сечению и выращиванию, причем эта анизотропия будет во всех трех направлениях. Ну и здесь представлены результаты по исследованию механических свойств. Да, присутствует некая анизотропия, но меньше всего эта анизотропия будет присутствовать на образцах, которые изготавливаются с технологией CMT, то есть это все-таки с помощью дорогого Фрониуса. Ну и по уровню механических свойств здесь приведены свойства листового проката. И вот если сравнивать листовой прокат с всеми аддитивными технологиями, которые здесь представлены, то в принципе они будут либо по нижнему уровню, либо чуть-чуть не будут до него дотягивать. Однако если мы посмотрим требования не к листам, а к плитам, то есть к более толстостенному прокату, то можно будет заметить, что, собственно говоря, минимальные требования, то есть нижний уровень механических свойств, он будет выполняться. То есть из этого мы можем сделать такое заключение, что при изготовлении каких-то толстостенных образцов можно закладывать, точнее, даже не образцов и изделий, можно закладывать те характеристики, которые получаются непосредственно в процессе печати без каких-либо сопутствующих или последующих операций, будь то хоть проковка, хоть последующая термообработка. Ну и здесь приведена металлография, то есть почему же технология CMT обладает наименьшей анизотропией свойства. Это, собственно говоря, из-за того, что и самое маленькое зерно получается в технологии CMT, и оно практически равностороннее. То есть по направлениям X, Y, Z зерно у нас будет иметь практически одинаковые размеры в отличие от технологий, будь то MIG, будь то LMD. Ну это, собственно говоря, все такая была классика, то, что обычно все показывают и обычно рассказывают, а вот сейчас то, что мы непосредственно на позапрошлой неделе сделали, то, чего добились. Обычно все аддитивные технологии работают в нижнем пространственном положении, но особенно если это технологии наплавки, особенно если это технологии порошковой наплавки. Но не всегда это бывает удобно. То есть если у нас маленькое изделие, если у нас есть позиционер для этого изделия, то мы можем его спокойно заклонить, и все так называемые нависающие структуры, можем наплавить и изготовить в нижнем пространственном положении. Но если же у нас какое-то большое изделие, и мы не можем его заклонить, и при этом сохраняется желание сделать нависающую структуру, то, соответственно, есть необходимость перейти к выращиванию как в горизонтальном пространственном положении, так и в вертикальном пространственном положении. Но если быть совсем футуристом, то еще и в потолочном положении. Те, кто сварщики, те понимают, что это довольно-таки сложно. Ну и здесь, собственно говоря, показаны результаты по выращиванию таких вот стенок. В горизонтальном пространственном положении показаны требования как по межпроходной температуре, что она должна быть в определенном диапазоне, то есть синяя комната и не сверхвысокая, для алюминия сверхвысокая, это считайте, градусов 150, поэтому в диапазоне 100-130 градусов ваши образцы должны быть подогреты. Ну и то же самое по скорости процесса, то есть с увеличением тока, то есть с увеличением ширины и высоты вашего образца, также необходимо повышать скорость процесса для того, чтобы сохранять стабильность выращиваемого элемента. Ну и помимо горизонтального, как я говорил, есть еще и вертикальное пространственное положение, которое традиционно в сварке выполняется будь то на подъем или же на спуск. Ну и вот нами замечено, что на спуск происходит равномерное формирование стенок, а при изготовлении стенки на подъем стабильного формирования нет. Вы видите, что, собственно говоря, вся стенка имеет то впадины, то наоборот бугры и, соответственно, побороть режимом такую ситуацию не получается. Но зато получается при комбинировании слоев, то есть один слой на подъем, второй слой на спуск, довольно хорошо получается скомпенсировать ту неустойчивость, которая может быть сформирована. И в конечном итоге, ну вот здесь в качестве результата приведена такая вот коробчатое сечение балки, которая вот изготавливалась и в горизонтальном, и в вертикальном пространственном положении. До вертикального, я надеюсь, мы тоже в ближайшее время сможем дойти и хотя бы для себя понять, возможно это или невозможно. Ну и краткие выводы, я думаю, все их более-менее и так уже знают, что и аддитивные технологии хорошо, и то, что свойства практически на уровне основного металла, и довольно хорошая пористость, которая на самом деле может быть даже сравнима с металлопрокатом, иногда в металлопрокате такая же пористость может наблюдаться. Ну и есть техническая и технологическая возможность изготовления изделий не только в нижнем положении, но и в горизонтальном и вертикальном. Соответственно, для изготовления каких-либо крупногабаритных изделий эта технология может быть применена. Ну и пара слов о том, чем мы собираемся заниматься в ближайшее время. Это работать с другими сплавами, то есть и увеличение номенклатуры алюминиевых сплавов, и других цветных сплавов, и, конечно же, сталей, потому что все-таки на вам все делают упор о том, что это должна быть большая производительность, какие-то крупногабаритные конструкции, но все-таки у нас в промышленности самые крупногабаритные конструкции все-таки изготавливаются из стали, будь то черных, будь то нержавеющих. Ну и, соответственно, помимо такой вот материаловедческой составляющей, собираемся заниматься и различными источниками, и с плазменным выращиванием, и с дуговыми технологиями, не плавящимся электродом. Ну и собираемся разрабатывать различные линейки машин по дуговому выращиванию. Ну и они могут быть хоть в герметичном, хоть в негерметичном исполнении, в зависимости от их целей и задач. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое. На самом деле, да, алюминий один из, ну, типущих момент, наверное, сильно актуальных материалов для ВААМа. Сложно, да, говорить о том, что мы как-то можем его обойти. В целом, вот по поводу пористости, да, коллеги, может, кто не знаком. На самом деле считается, что если пористость условно ниже 3% в доле, да, то на статические и механические свойства это на самом деле не влияет. То есть статику вы можете получать очень хорошую. Поэтому результаты, представленные сегодня, на самом деле достойные, и на них можно ориентироваться в качестве примера. Есть ли какие-то вопросы у коллег из залов? Да, пожалуйста. Водород аккумулируется на оксидной пленке, которая есть на алюминии. Этот водород присутствует уже в той проволоке, которую вы используете? Он присутствует в той проволоке, которую мы используем. И в порошке, да. И выделяется, да. Потому что, как я показывал, у водорода различная растворимость в алюминии, будь то в твердом алюминии, будь то в жидком. И, соответственно, этот водород начинает выделяться в виде пористости, особенно если в алюминии есть какие-то твердые включения, особенно если они регулярной формы. И вот на таких включениях эта пористость очень любит зарождаться. И вот в моем докладе не показано, но наши материаловеды, которые занимаются этой историей, они показывают прям очень красивое изображение, где есть небольшое включение. Оно может быть маленькое, там размером несколько микрон, а на нем может быть уже здоровенная пора. И вот за счет этого включения эта пора даже может не успеть всплыть, хотя она будет большая, и у нее выталкивающая сила должна быть довольно приличная. Значит, если я попытаюсь формулировать, поправьте меня, пожалуйста, во многом пора зависит от качества того металла, с которым вы работаете? В первую очередь да. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас, на самом деле, коллеги, мы с вами переходим к некому уже другой истории связанному. Вот сейчас были докладчики в большинстве своем, которые эти технологии разрабатывают, и наша сессия пришла к тому, что мы будем говорить больше, наверное, с потребителями технологий уже. Ну и сейчас я отдаю слово Анастасии Васильевны. Она нам расскажет как раз про применение ВААМа для бронзовых сплавов. И, может быть, поделится какой-то информацией оба. Добрый день, уважаемые коллеги. Немного добавлю информации по структуре наплавленных сплавов. Работа у нас проводилась совместно с 7Space и конкретно вот с Антоном Линником. Первая работа заключалась в изготовлении такого модельного образца конусной формы для отработки и послойного, точнее, микроструктуры слой на слой и вот именно под углом. Хотелось обратить внимание, что жаропрочный сплав ВАИРХ-08 сейчас имеет, конечно, особый интерес и для аддитивного производства, и для ракетно-космической и авиационной промышленности. Основная проблема, какая, кто в аддитивке сталкивается со сплавом ВАИРХ-08, это не сплавление, это окисленные слои или внутри пленок какие-то. Для обеспечения бездефектной структуры и высокой плотности материала необходимо проводить дополнительное микролигирование сплава, что, собственно, было сделано в нашей работе. Дополнительно был выращен еще один образец уже цилиндрической формы для определения микроструктурных исследований. Как мы видим, микроструктура имеет дендритно-зеренное строение в продольном сечении и зернистое в поперечном сечении. Также хотелось отметить то, что никаких несплавлений и окисных плен в микроструктуре не выявлено, и плотность материала достигалась до 99,9%. Итак, вторая работа была посвящена восстановлению дисков контактной сварки. Диски представлены на слайде уже после наплавки и после наплавки механической обработки. Сам процесс работы дисков преобладает и высокая температура, и напряжение, и, соответственно, износ дисков колоссальный. Для того, чтобы не использовать каждый раз новые диски или электроды контактной сварки, было принято решение провести вот такую работу по ремонтной работе, так скажем, по наплавке дисков. Это позволило сократить и сам процесс изготовления, и также для обеспечения заданных характеристик была использована проволока БРХ-ЦР. Исходный диск тоже был из плава БРХ-ЦР и наплавка также из БРХ-ЦР и с дополнительным микролигированием. Здесь представлена микроструктура в поперечном сечении уже наплавленного диска. Вы можете отметить разность микроструктуры исходного диска и наплавки. Исходный диск имеет деформированное состояние, а уже наплавка, естественно, литое дендритное строение. Но, как мы знаем, то, что литое и деформированное состояние материала имеют различные механические свойства, в частности, по твердости. Для того, чтобы обеспечить необходимые свойства именно в зоне контакта, была проведена серия экспериментов по подбору режимов термической обработки. И после подбора оптимального режима термической обработки твердость в зоне наплавки достигла до 140 единиц по Бринелю, что полностью удовлетворяет требованиям. На данный момент восстановленный диск контактной сварки был направлен на эксплуатационные испытания. У меня небольшой, на самом деле, доклад. И в конце я бы хотела сказать, что сейчас формируется участок аддитивного производства в московском филиале Астринсплава СК. И там планируется изготовление деталей методом ВААМ. Технологические характеристики установки представлены на слайде. Но в дальнейшем планируется реализация полного цикла производства от выплавки шахтовых заготовок до получения готовых изделий и контроля механических свойств и структуры. На данном этапе у нас реализовано только первые два шага. Это выплавка шахтовых заготовок и получение опроволоки для аддитивных технологий, как раз которые были реализованы в работах с 7Space. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анастасия Васильевна. Поправьте меня, может быть, если я что-то неверно скажу. Насколько я понял из вашего доклада, на самом деле, вы, получается, что планируете на своем предприятии условно создать полный цикл всего производства, поскольку, опять-таки, как я понял, вы производите проволоку, вы уже поняли, какое изделие вы хотели бы там в качестве первичного. Очень интересный опыт, на самом деле, коллеги, да, тут стоит. Да, конечно. Дмитрий Николаевич Струшников. Скажите, пожалуйста, а в какой отрасли планируется использование вот этих потом деталей, которые вы планируете делать, и там не требуется сертификация? Конечно, везде требуется сертификация, и особенно если это постановка на изделие, поэтому ваш вопрос, который вы поднимали в своей презентации, тоже очень актуально. Но в основном это ракетно-космическая отрасль. У вас запланированы работы по сертификации вот под эти заготовки? Мы пока еще не рассматривали так далеко. Сначала пока отрабочены такие будут работы. Коллеги, есть ли вопросы из зала? У нас осталось немножко времени, да, пожалуйста. Наверное, вопрос будет не кому-то конкретно, а ко всем предыдущим докладчикам. Скажите, пожалуйста, а стоит ли задача перед вам сейчас на данный момент об чистоте поверхности изготовляемых деталей? Вообще все так сразу понятно. В действительности такую задачу, я думаю, все коллеги так или иначе перед собой ставили. И есть в нем, на самом деле, очень много проблем. К сожалению, опять быстро, наверное, мы ответить не сможем на этот вопрос. Попробуйте, Дмитрий Николаевич, давайте. Я бы, на самом деле, ответил таким образом. То есть, с моей точки зрения, если требуется деталь какой-то шероховатости большой, то это, наверное, просто не про вам. То есть, зачастую тогда порошковые технологии здесь выигрывают. А вот если поверхность после порошковой наплавки не удовлетворяет, ее все равно надо механически обрабатывать, ну вот тогда это прямая дорога к вам. И мне кажется, это одно из преимуществ, обрабатывая всю поверхность. Мы потом видим, собственно, простейшими методами контроля, контролируем всю поверхность. Если мы там видим, что нет никаких ни сплавлений, ни сплошностей, пор и так далее, то мы, в общем-то, уверены во всей заготовке потом. Речь идет не совсем именно по плате обработки поверхности машинных строителей, но хотя бы минимизация их обработки. Сейчас, если вы предыдущий докладчик смоделировал, показал, а ты именно по-рубальному. Есть короткий ответ на ваш вопрос. На самом деле, чем больше скорость на плавке, тем чище поверхность мы получаем. То есть технологические приемы для работы с этим, они нам всем понятны. Мы с этим работаем. Но, как сказал Дмитрий Николаевич, если вы хотите класс, то, извините, все равно мех обработка. К слову сказать, вот Антон, может быть, меня поправит, линник. Антон, насколько я знаю, Relativity Space-то свой бак запустили в виде, как есть. Действительно, они использовали минимальный вообще объем обработки, только контактных поверхностей для сборки бака. Всю остальную поверхность они вообще никак не обрабатывали. Максимум смахнули щеткой гарь, которая образовалась на поверхности, и все. Но это бак. Да, но он полетел в космос. Он полетел в космос. В нем топливо, оно криогенные температуры. Да, и это циклический нагружаемый элемент в любом случае, этот бак. Коллеги, я предлагаю все-таки перейти к следующему докладчику, поскольку эта тема очень интересная, мы действительно можем очень долго говорить. Иван Алексеевич, прошу вас, вы тоже продолжаете тему проволок, наверное, для нас сегодня. Будет очень интересно про алюминиевые послушать от вас. Да, добрый день, коллеги. Спасибо еще раз за то, что пригласили. Я, наверное, продолжу тематику частично всех докладчиков. И говоря о том, что на отечественном рынке не хватает материалов, проволочных, собственно. Вот мы этой проблемой, собственно, озадачились. Хочу немножко небольшое вступление сделать. Собственно, представляю я Институт легких материалов и их технологий, который был создан на базе объединенной компании «Русал». В 2017 году у нас достаточно широкие компетенции по производству алюминиевых материалов, в том числе и деформационных материалов. И на базе института был создан Центр радиативных технологий. Первая специализация – это, в первую очередь, порошковые материалы. Но вот пришел запрос от рынка, и буквально чуть меньше года назад мы озадачились, собственно, производством проволочных материалов. Соответственно, используя свои компетенции, полный цикл разработки, включающий в том числе и реверс инжиниринг, те уже наработки в порошковых композициях, которые были нами, соответственно, опробированы уже, также представлены во многих отраслях, в том числе и авиационной, космической, мы, собственно, перешли к разработку проволочных материалов и используя свои компетенции, наработанные за эти годы. Значит, что хочется отметить. То есть аддитивные технологии, в том числе порошковые и проволочные, их можно рассматривать, и коллеги уже рассматривали с разных позиций. То есть порошковые – это прежде всего что? Это точность, это сложная геометрия, это минимальная постобработка. В то время как проволочные, соответственно, это максимальная скорость получения, это габариты изделий и скорость выращивания. Наиболее перспективными по нашему анализу на данный момент являются алюминиевые сплавы 5-й серии. Соответственно, коллеги чуть более раньше говорили о сплавах серии 1570, 1580, те, которые представлены алюминием, магнием, цирконием, скандиемы составами. Но дело в том, что эти сплавы, они достаточно дорогие. Как известно, введение 1-й сканди увеличивает стоимость самого сплава на порядок. Соответственно, что нами было предпринято? Наверное, уже избитый пример Relative Space, то, что они запустили в этом году ракету. Да, она не достигла расчетной траектории, но тем не менее, как уже было сказано, баки там были использованы. В 2024 году Relative Space планирует уже тяжелую ракету запускать, где первая ступень будет выполнена на 90% из алюминиевых сплавов, в том числе алюминиевых скандиосодержащих. Ну и, собственно, некоторые примеры применения в разных промышленных отрасстях судостроения, авиастроения, двигателестроения. Собственно, я не буду останавливаться, коллеги уже достаточно подробно на этом остановились. Что нам было предпринято? Дело в том, что помимо того, что разработать технологию, надо ее еще и ввести в массовое производство этого. Наши мощности, мы обладаем установками, которые позволяют нам получать алюминиевую проволоку достаточно в больших количествах. Это установки совмещенного литья, прокатки и прессования. Мы совместили эту технологию с последующим получением первичной катанки, из которой уже мы можем получать проволоку различных диаметров, сечений, в том числе и с разной частотой поверхности. То есть это включая скальпирование, это включая электрохимическое травление и так далее. Ну и, соответственно, в конечном итоге мы разрабатываем весь технологический процесс под опытные наши составы. И в конечном итоге с помощью коллег из СССР, в том числе и из Пермского политеха, планируем получать уже некоторые конечные изделия. На слайде, собственно, представлены основные проблемы, которые возникли при проектировании опытных составов и самой технологии для них разработки. Вкратце, надо было учитывать скорость деформации материала, температурный разогрев на разных стадиях производства, в том числе и всяческие механические характеристики для того, чтобы конечный продукт обеспечивал максимальные характеристики конечных изделий. Соответственно, рассмотрев все эти проблематику, применив наши знания, мы подобрали химические составы двух систем. Как я уже сказал, это алюминий, магний, цирконий, скандий и алюминий, медь. Они были легированы переходными металлами и частичной РЗМ. Это либо микролегирование, либо модифицирование составов. Значит, слева, вот структура катанки, мы видим, что здесь представлена структура достаточно равномерная, без включений. Используются два механизма упрочнения. Это дисперсионное упрочнение, твердорастворное упрочнение. После получения проволоки, после всех стадий переработки, то есть это и горячая деформация, это и волочение, и скальпирование, у нас структура также является достаточно равномерной, равноосной анизотропией свойств, там не наблюдается. На образцах полученных проволоки значение прочности соответствовали теоретически рассчитанным. Собственно, пример проволоки полученной, которые с помощью коллег из S7 мы потом осуществляли наплавку. Структура после наплавки, как видите, да, она более крупная, но тем не менее дисперсное распределение элементов, оно позволяет нам получать высокие значения прочности. Что же с коллегами из S7 мы сделали? С помощью, на их установке аддитивного выращивания в несколько итераций были получены сначала стеночки просто, стеночки как бы базовый режим нам позволили получить. Затем у нас возникли некоторые проблемы с выращиванием, то есть стенки получались достаточно грубые, с подтеками, с провалами, с вертикальной волнистостью. Но были подобраны режимы, которые позволили нам вырастить достаточно симметричные изделия по нашим требованиям с хорошей поверхностью и затем на всех составах получить, воспроизвести эти, ну, по этим режимам воспроизвести эти заготовки под исследования. На следующих стадиях мы провели подбор режимов термических обработки, которые смогли бы нам повысить эти свойства. При этом мы закладывали такую идею, чтобы получать диапазон свойств, и можно было бы его варьировать в определенном диапазоне, там прочность, пластичность, ударная вязкость и так далее, в зависимости от требований конечного потребителя. То есть мы предлагаем не просто проволочные материалы для технологий, мы предлагаем еще и технологию постобработки, которая могла бы в вашем конечном изделии реализовать тот уровень свойств, который вам необходим. Соответственно, ну, здесь представлены просто некоторые графики твердости, по которым мы определяли, то есть для разных материалов у нас разные режимы термической обработки были подобраны. Ну и в конечном итоге, сейчас, к сожалению, я не могу полностью показывать механические характеристики всех материалов, поскольку они сейчас патентуются, но в целом для систем алюминия, магния, циркония и скандии свойства по пределу прочности – это более 300 МПА, по пределу текучести – это более 170 МПА, то есть до, ходя до 200 МПА. У нас была задача получить пока максимальную прочность, с текучестью мы несколько работаем. Ну, пластичность на уровне 15%. И на сплавах алюминий и медь, легированных переходными металлами РЗМ, это уже гарантированно 400 МПА и предел текучести в районе 300 МПА. То есть данный уровень свойств достаточно высокий, по нашей оценке, на данный момент для материалов именно проволочных, применяемых вам в технологии. Собственно, пример изделий, который получают коллеги, тоже уже неоднократно показывали, представлен. В целом у меня все. Спасибо. Если есть вопросы. Да, очень интересно было узнать в моем конкретно случае, опыте, что же все-таки вы работаете над алюминиемедной системой легирования, поскольку у зарубежных коллег очень много этого всего там сделано было, а мы, к сожалению, как-то сырьевого материала не имели. Да, и, ну, может быть, Иван, какой-то прогноз стоимости алюминиемедной истории? Это будет дорого, дешево? Как это будет? Прогноз здесь… Сейчас себестоимость определяем, но в целом это будет дешевле, по нашей оценке сейчас, на 15% дешевле заграничных аналогов. Отличная новость, что мы будем дешевле в этом смысле. Ну и на будущее еще, может быть, тоже вопрос. Рассматриваете ли вы работу с алюминием в контексте алюминия, ну, как основу для металломатричных композитов, поскольку порошковая печать тоже уже пошла по этому пути, и здесь было бы очень интересно посмотреть, что мы сможем в виде проволоки получить. Задумки есть. Как раз сейчас реализуется, как вы правильно сказали, на порошковом материале, а далее, я думаю, что это перейдет и в проволочную технологию. Спасибо большое. Коллеги из зала, вопросы. Евгений. Ну и на самом деле, Олег, продолжение твоего вопроса. Просто там любые аддитивные технологии, мы об этом всегда говорим, они требуют разработки материала под эту самую технологию. Вот на вашем слайде там в начале, то есть в конце было показано там те проблемы, которые возникают, это выгорание лигирующих, и здесь ребята, которые рассказывают, особенно про алюминиевые сплавы, корректно молчат про то, что какой там сплав получается в результате, особенно это вот алюминий магний, система очень важна. Вопрос следующий, на самом деле, насколько действительно реально обратиться к вам в институт или в Русал и там получить какую-то значимую партию проволоки, которая будет оптимизирована по своему химическому составу с прицелом на дальнейшее использование. Потому что, ну, я хочу немножко дисперсности внести в ваше проволочное сообщество, потому что для нас проволока, это не только, то есть ее использование, это же сырье и для получения порошков. Есть целый класс технологий, которые получают из проволоки порошок. И, соответственно, в ходе этого получения, в ходе этого распыления, там часть лидирующих улетает еще в этом самом плазматроне. А когда мы ее там, вот этот порошок, объединенный магнием, засыпаем к себе в установку и начинаем его наплавлять, ну и, в общем-то, вместо ожидаемого АМГ-6 мы там получаем хорошо, если АМГ-4,5. Соответственно, первая часть это связано как раз вот с получением таких сплавов, которые, ну, заведомо с большим количеством выгораемых лидирующих, возможно ли это. И вторая история, это живой запрос, который на самом деле и в Русалу он отправлен со стороны Росатома. Это получение материалов как в проволочном виде, так и в порошковом с содержанием бора, по-моему, там что-то до 3%. Да, спасибо. По первой части вопроса, безусловно, нам бы даже было интересно этим заняться, то есть решение задач, это всегда интересно, и мы всегда нацелены на это. Вашу проблему я уже слышал, и в двух словах мы уже даже некоторые моменты продумывали, поэтому было бы интересно поработать. Это что касается по выгоранию элементов. По бору, честно говоря, затрудняюсь ответить, но мне было бы лично интересно поработать с этим, и если есть какие-то, есть возможность, мы можем это обсудить уже как-то индивидуально. Коллеги, разрешите, я дополню буквально полминутки. Смотрите, мы проволокой, почему начали заниматься, Иван немножко так поверхностно сказал, потому что сейчас есть проблема, то есть проволоки алюминиевой нету, она изготавливается в ограниченных количествах, и, как вы понимаете, сначала надо отплавить слиток, потом его отпрессовать в пруток, этот пруток имеет конечную длину 6 метров, и дальше те, кто производит проволоку, должны этот пруток сначала сварить в какую-то большую длину, и там даже на 100 метрах, я не помню, на 20 килограмм проволоки надо 50 раз ее сварить, то есть такая технология предыдущего уже века, поэтому сейчас мы как раз и занимаемся с использованием этой новой технологии с экстрафом, чтобы получить 9-миллиметровую катанку из сплава, пока он мало легированный, потому что там не очень много магния, и это немножко сказывается на свойствах, но в целом тот уровень, который мы получили, я думаю, что он найдет применение, и вот следующим шагом как раз и будут уже более легированные сплавы, потому что технологии, соответственно, новые, есть особенности, и, конечно, мы понимаем, что распыление на ползоматроне и получение как раз с пониженным содержанием вот это газосодержание, для того, чтобы делать нормальную качественную наплавку порошком, тоже мы понимаем, это следующий этап, поэтому спасибо, вот это добавить. Евгений, спасибо большое за такие вопросы дисперсного характера, про немножко другую технологию, но от себя могу добавить, что проблема с проволокой, она на самом деле есть, вот мы тут обсуждали там бронзу, обсуждали сейчас достаточно много интенсивной алюминии, но, как ни странно, даже с нержавеющей сталью очень большие проблемы у нас в стране, то есть проволоку фактически приходится покупать не отечественного производства, ну, в общем, не будем тут дальше, скажем так, о грустном, у нас очередь подошла до нашего следующего докладчика, он нам немножко расскажет про вам и составляющие этого вама в контексте оборудования. Я прошу передать слово Роману Сергеевичу Тимофееву, он немножко глубже, так сказать, копнет в различие между двумя платформами, на которых мы печатаем, это роботизированная либо уже портальная система. Роман, вам слово. Да, спасибо, Олег. Всем добрый день. Меня зовут Роман Тимофеев. Я представляю компанию RoboWizard. Я не являюсь специалистом по вам, поэтому у меня, может быть, не столь будет фундаментальный доклад, как у предыдущих докладчиков, но, тем не менее, надеюсь, для кого-то это может быть полезным. Мы занимаемся промышленными роботами, которые коллеги, собственно, используют в своих установках, что вы могли видеть в предыдущих выступлениях. И здесь, наверное, два разных подхода, о чем уже Олег сказал. Это могут быть некие портальные системы, системы, использующие модули линейного перемещения, либо это могут быть системы, основанные на использовании стандартных, типовых промышленных роботов, как правило, сварочных роботов. И вот то, что вы видели в презентациях коллег, оно, в общем-то, перекликается и с мировым опытом. То есть чаще мы видим все-таки, что в своих установках, в которых реализована технология вам, стараются различные разработчики использовать типовых промышленных роботов. Почему так происходит? Кстати, совместный наш проект с коллегами из питерского политеха тоже, вот видно, используют промышленного робота, стандартного, не портальную систему. Почему же так происходит? И какие есть выгоды от использования промышленных роботов, я бы сейчас кратко хотел, так вот тезисно, может быть, озвучить. Ну, первое, это гибкость системы, которая получается, потому что, по сути дела, вы имеете некую платформу, на базе которой вы можете создавать различные решения различного масштаба, имеющие различные зоны досягаемости, которые вы можете перекрывать. Причем сам подход, да, он у вас будет един, потому что платформа одна и та же, те разработки, которые касаются софта, которые касаются технологий, они легко переносятся, условно говоря, с одного робота на другой, в зависимости от той задачи, которую у вас есть. Вы выбираете манипулятор с нужной грузоподъемностью и нужной зоной действия в зависимости от конкретной задачи, плюс возможность оснастить его еще дополнительными внешними осями, позволяющие перемещать, направляем выращиваемую деталь перед роботом, либо перемещать самого робота, если вам нужна очень большая рабочая зона. Это тоже вот те возможности, которыми активно пользуются, и то, что вы видели у тех же Relativity Space, которых сегодня укринали, у других компаний, которые используют эту технологию. Это, безусловно, удобно. Следующий момент, на который хотел обратить внимание, это то, что современный промышленный робот это, в принципе, уже не только устройство, которое позволяет позиционировать некий инструмент или объект в пространстве, но это достаточно умное оборудование, которое имеет и большое количество уже встроенных реализованных функций, которые, опять же, можно использовать. Но здесь, помимо всех стандартных вещей, связанных с интерфейсами, с протоколами, с возможностью использования систем безопасности. Есть и дополнительный функционал, который тоже может быть востребован в зависимости от конкретных задач, от конкретных вопросов, которые вам предстоит решать. То есть робот, он на сегодняшний день имеет некую возможность адаптироваться под изменяющиеся условия. Он может иметь возможность контролировать параметры, контролировать длину дуги. отслеживать форму получаемого изделия. Ну и использовать эти данные вы можете для того, чтобы корректировать траектории, корректировать режимы в автоматическом режиме в процессе, собственно говоря, выращивания изделия. Это тоже достаточно интересные такие возможности, которые, не знаю, насколько широко сегодня применяются. Еще один такой вот важный момент, тезис, на нем остановлюсь, это стоимость того решения, которое вы создаете, это и стоимость самих компонентов. Ну, здесь вот показана динамика изменения средней стоимости промышленного робота, то есть оборудование становится все более и более доступным. И как вот отмечают наши коллеги, которые занимаются подобными проектами, либо другими похожими вещами и реализуют свои технологии на базе промышленных роботов, зачастую это просто получается дешевле, чем создавать свою портальную систему. Особенно, если посчитать не только стоимость комплектующих, но и ваши временные затраты на проектирование и разработку собственных сложных систем. Ну вот у нас, в частности, в Петербурге есть тоже наши партнеры. Они реализовывали свои системы на базе портальных таких машин. По их оценкам на проектирование и создание каждой портальной установки у них уходило в среднем 9 месяцев. Используя промышленного робота, они сократили срок разработки и реализации проекта до 3 месяцев. Тоже важный момент. Ну, к стоимости можно отметить еще и стоимость эксплуатации, потом оборудование для конечного заказчика, потому что с точки зрения какой-то техподдержки, обеспечения запасными частями. Ну и, в принципе, регламентами проведения регулярного обслуживания. Здесь использование стандартного оборудования, стандартных промышленных роботов тоже имеет свои преимущества. Ну и в заключение, наверное, вот еще раз пару слов скажу о опыте нашего взаимодействия с коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета. Мы, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы как можно больше технологий создавалось на базе наших промышленных роботов, как можно больше технологий роботизированных создавалось отечественных. Поэтому мы вот такой для себя выбрали форму взаимодействия, создание совместных технологических центров, как мы называем. Основная суть заключается в том, что мы предоставляем оборудование для того, чтобы коллеги могли использовать его в собственных неокрах, в собственных исследовательских проектах. Ну и плюс при этом, конечно, мы активно вовлекаем и заинтересованных лиц, уже там вот конечных заказчиков, которым интересны были бы эти технологии. То есть вот эти центры своего рода являются такими шоурумами, куда можно прийти и посмотреть на возможности как современных промышленных роботов, так и на те современные технологии, которые на базе этих роботов создаются здесь у нас в России. Там же можно получить возможность проведения различных тестов и испытаний на базе имеющегося оборудования. Ну и это своего рода такие вот большие учебные центры, направленные на подготовку специалистов, которые потом с этим оборудованием могли бы работать. Тоже вот вопрос сегодня про специалистов в зале был. Ну вот пока у нас работает такая вот основная площадка в Петербурге на базе политех, как я сказал. Сейчас мы стараемся вот эту концепцию тиражировать по России. Страна большая, запросов много, технологий много, опять же, которые можно реализовывать на базе промышленных роботов. Поэтому вот, надеемся, в ближайшее время у нас там заработают площадки и на Урале, и в других регионах России. На этом, собственно, у меня все. Краткий такой обзор я завершаю. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо, Роман. Очень интересно было подчеркнуть из вашей презентации, что сейчас робот это, ну, условно, не просто некая рука, да, повторяющая, а относительно умное устройство, которое, в частности, может, там, например, ощупывать тот же самый шов собственным функционалом уже встроенным. Коллеги, есть какие-то вопросы из зала, может быть? О, Евгений опять. Самый главный дисперсоид сегодняшней встречи. Ну, на самом деле, вопрос из двух частей. У вас там был прекрасный слайд по поводу стоимости. Такая диаграммка, там, с 5 по 17 было бы очень… Ну, во всяком случае, мне кажется, многим интересно, где сейчас находится, если мы вот 17, там, 18, 21, 22, 23 год. Вот эта стоимость, она как? Она также продолжает снижаться или в текущих условиях это какая-то другая история? И, в общем-то, как обстоят дела у Kawasaki с поставкой в Россию роботов? Ну, спасибо за вопросы, в принципе, ожидаемые, наверное. По поводу стоимости, ну, вот такой маленький комментарий. Это такая среднемировая статистика, это не стоимость роботов в России. Вот, и, да, тенденция, тенденция, на самом деле, продолжается. И на протяжении всей вот истории развития промышленной робототехники эта стоимость, она продолжает снижаться. Может быть, сейчас вот темпы снижения немножко замедлились в связи с и ковидной историей. Вот, да, что касается Российской Федерации, ну, здесь вот, на самом деле, я так однозначно ответить не могу. Наверное, если говорить про наше оборудование, да, вот про оборудование Kawasaki, то тут уже вот начинает отвечать на ваш второй вопрос. Да, оно доступно, мы продолжаем его поставлять. И самое главное, что поддерживать и гарантийные обязательства, и обеспечивать сервис и запчасти для тех наших клиентов, которые это оборудование используют. Но стоимость, конечно, там стала чуть выше. Вот, но если говорить про какую-то среднюю стоимость, то мы видим, что большое количество китайских производителей начинает присутствовать на нашем рынке. Поэтому я думаю, что если взять вот среднюю стоимость проданного в прошлом году или вот там в первом полугодии этого года робота, то она, наверное, тоже снизилась за счет вот как раз появления новых производителей из наших вот дружественных стран. Да, пожалуйста, еще один вопрос, вот передайте микрофон. Хаким Френат, может связать с автоматикой, встанк пить в руку. Вопрос в следующем. Тут были описаны несколько проектов именно по гибридной аддитивной технологии, то есть наплавка плюс фрезеровка. Была даже трехкомпонентная с проковкой. Насколько я понимаю, технология сейчас решается с помощью портальных систем. Вот вопрос, есть ли у нас альтернатива таким комплексам с использованием роботов? То есть наплавка и последующая фрезеровка. И какова точность, скажем так, возможная точность получения изделия? Спасибо. Ну я постараюсь ответить, насколько смогу, поскольку я в самой технологии экспертом не являюсь. У меня на первых слайдах был показан пример зарубежных коллег, которые на роботах реализовали технологию и выращивания, и последующей обработки. Если говорить в принципе про возможности роботов и использования их для таких вот контактных операций, для фрезерной обработки, то есть, конечно, ряд ограничений, связанных с тем, что робот по сути… Роман, я прошу прощения, я, может быть, немножко прерву. У нас на самом деле здесь в коллективе сидит Антон Линник. На их площадке была реализована фрезеровка. Он может более подробно на этот вопрос, мне кажется, ответить, чем Роман. Да, я вот просто в общих словах… У вас же технологическая часть вопроса интересует. Скажу, да, что такая возможность существует. Есть ряд технических ограничений со стороны робота, но в определенных случаях они решаемы, зависит от того, что вы хотите получить. Но в принципе это возможно. Вот коллеги, наверное, более конкретно расскажут. Да, хотел бы немножко пояснить. В целом это работоспособная история. Собственно, мы свои крышки обрабатывали как раз-таки фрезерным роботом. Для этого нужен просто очень жесткий, очень грузоподъемный робот и танцы с бубном, с попаданием в геометрию, с приближением по обработке чистовой, потому что это все-таки достаточно сложная история. И робот – это не фрезерный станок. Жесткости у него никогда не хватит на какие-то хорошие точности, если не применять дополнительные средства. Но в целом это работоспособная история. И, наверное, совмещать в одной машине обе ситуации по обработке и выращиванию – это тоже отдельный вопрос. Стоит ли иногда проще изготовить пачку деталей печатью, а потом пачку деталей обработать. Извините, а какой ты делал обработать? Ну тут я как раз хотел вступить по поводу этого. На самом деле роботы в основном – это пенопласт, какое-то дерево, ну максимум алюминий, магний. То есть речи про стали, к сожалению, идти пока не может в виду. Ну если опять-таки говорить о кинематике робота, такое вот шестиосевой, потому что есть там отдельные направленные кинематики даже под фрезеровку, они сильно отличаются. Но это очень специфические машины, которые, конечно, колоссальных средств стоят. Я предлагаю перейти к нашему следующему докладчику. Тут тоже вот будет речь, наверное, больше про применение. Прошу, Александр. Добрый день, коллеги. Перед тем, как начать свой доклад, все-таки мы потребители аддитивных технологий, видите мою должность, да, как докладчика. И мы у себя принимаем много различных технологий. И вот первый раз на круглом столе по проволочной, да, технологии аддитивной. Я больше бы хотел рассказать сегодня про, так сказать, вызовы, которые предстоят нам все вместе пройти, да, какой путь, который мы прошли по традиционной порошковой технологии SLM. Ну и перспективы развития с точки зрения двигательствительной отрасли. Прежде чем приступить к докладу, хочу рассказать о нашей компании. У нас компания, мы дочка, объемная двигательная корпорация, и двигатель мы разрабатываем новые перспективные двигатели. У нас три с лишним тысячи человек, из них половина это конструктора, которые рисуют узлы, считают узлы, и полторы тысячи человек, это те, кто вот то, что конструкторно рисует, производит, так скажем, в жизнь. Перспективные проекты, где мы применяем интимные технологии, все знают, что это семейство двигателей тяга 14 тонн, 35 тонн, это малоэмиссионная камера сгорания для перекачки газа, нефти, это всем известные там силы Сибири, наш любимый Северный поток, где стоят наши машины, ну и разные другие установки для энергогенерации. Много об истории, мы занимаемся 20 лет аддитивными технологиями, тут вы видите, в каком году мы какие технологии у себя внедрили, ну и сейчас вот, где вот эти зелененькие, другие аддитивные технологии, все-таки мы планируем технологию проводочную у себя внедрить, далее я расскажу кейсы, и какие проблемы предстоят, чтобы внедрить в эту технологию. Вот вы видите объем порошков, которые мы потребляем в год. Вы видите, я не стал писать в цифрах, так как мне запретили, но вы видите в процентах, да, что если мы с 14 года начали заниматься СЛМ-технологией, то это в разы, и то же самое, если мы сейчас начнем заниматься и внедряясь в промышленность проволоку, то есть это такие объемы проволок, то есть она, грубо говоря, увеличит мощность наших предприятий. Если по порошкам, говоришь, что нам порошков в стране не хватает, у нас мелкотоннажное производство, то же самое и будет с проволокой, это надо понимать и видеть. Что касается аддитивных заготовок, к сожалению, у нас всего одна деталь в стране, которая сертифицирована и летает сейчас в составе двигателя МС-21, который в следующем году пойдет в серийное производство. Это зефитель камеры сгорания двигателя ПД-14. И с точки зрения сертификации мы прошли большой-большой путь, начиная с 2015 года и заканчивая в 2022 году, где все регуляторы утвердили эту деталь, и она сейчас выпускается серийно в Центре аддитивных технологий в Москве. Самое сложное было доказать, что у нас процесс стабилен, и деталь имеет одинаковые свойства, как деталь, в соответствии деталь она идет вместе с материалом, имеет одинаковые свойства, как по геометрии, как по химсоставу, как механическим, металлургическим свойствам, и тому подобное. Мы проанализировали несколько тысяч деталей из этого сплава. Сам сплав доказали, что процесс стабилен, и ее сертифицировали в составе двигателя. Сейчас она первая в России делается серийно. То же самое, если мы начнем делать корпусные детали из проволоки, то тот же самый путь придется пройти с проволокой. Ну, вкратце, какими направлениями мы занимаемся, тут уже показывали, мы занимаемся как проволочными, так и порошковыми направлениями. Сегодня раз у нас круглый стол по проволочным технологиям, вот видите, внизу, чем мы занимаемся. И вот у нас новая задача, как вы видите, двигатели идут все в более-более, так скажем, направление увеличения мощности, соответственно, объемы и геометрия деталей увеличивается и появляются заготовки, которые больше двух метров или около двух метров и в стране оказывается и казалось, что у нас нет литья крупногабаритных деталей. Мы вынуждены некоторые детали даже заказывать в другие страны, потому что у нас или отсутствует технология, или все говорят, мы в течение пяти лет вам сделаем, когда двигатель надо создать в ближайшее время. Соответственно, стоит задача по изготовлению крупногабаритных деталей именно по данной технологии, потому что не знаю, пойдет она в серию или не пойдет в серию, но чтобы быстро создать и испытать, продемонстрировать, что параметры двигателя у нас соответствуют заданным требованиям, эта технология уникальна и вообще активные технологии, та же проволочная, любая другая, она имеет как бы, так скажем, три направления, которые мы для себя видим. Первое, это испытать, быстро создать какую-то деталь, это, грубо говоря, тестовые детали. Второе направление, это ремонт и третье направление, это серия, которая более сложная и все производители оборудования и данных технологий хотели бы, чтобы их технология пошла в серию, чтобы включить серию, нужно пройти большой-большой путь по стабильности производства. Примеры, где мы применяем и начали применять вот именно детали по проволочной и порошковой технологии, это вот ВИАМ, у них известная установка из Гефиртек, они нам изготовили корпус жаровой трубы, также и лист из порошка нам изготовил примерно такой же корпус жаровой трубы, маленькой, другой геометрии, и Пермский политех в прошлом году нам изготовил тоже два корпуса, это все детали камеры сгорания, входной контроли не пошли, то есть металлография, механические свойства, химсостав соответствуют нашим требованиям, сейчас вот эти данные детали у нас находятся на механической обработке и я думаю, не в следующем, не в этом году, а в следующем мы их испытаем, я думаю, представим результаты, также один из примеров с нашим Пермским политехом, это корпус одного из наших перспективных двигателей, который был изготовлен из стали, из титана, габариты вы видите, то есть изготовлено за неделю, если бы мы летем изготавливали, около года бы наверное получилось, понятно, что эта деталь должна изготавливаться штамповкой, но чтобы отработать геометрию и изготовить такие штампы, вот эта проволочная технология нас в свое время спасла и сейчас ребята, уже более десятка сделали для нас таких деталей. Вот пример изготовления снастки, то есть заготовки для изготовления снастки, это детали для мы испытывали газогенератор перспективного двигателя тягой 35 тонн, у нас появилось литье и оснастку нам заказчик сказал, что будет делать 3-4 месяца, а через 3-4 месяца мы должны были испытать двигатель, и вот ребята из Пенского политеха грубо говоря нам сделали за неделю, 2-3 дня это изготовили, но за неделю они нам сделали, соответственно она и по цене примерно столько же вышло, сколько бы по традиционной технологии, но самое главное это не за майские праздники прошлого года нам быстренько сделали выйти, так скажем, материалы, которые были использованы, детали, ну оснастка была испытана, детали мехобработаны и газогенератор у нас вовремя был испытан. Ну и в конце, что бы хотелось сказать, вот выводы я тут думал, что предложить всем, понятно, что вот такие круглые столы они нужны, их нужно проводить чаще с институтами, с предприятиями, да, нужно понимать проблемы со стороны как промышленности, так и со стороны университетов. К сожалению, ну все понимают, что наши университеты в стране лет на 20 отстали от развития адъективных технологий, промышленность также, и мы вынуждены сейчас консолидировать все наши силы, чтобы догнать и иметь какое-то конкурентное преимущество. Спасибо за внимание. Спасибо за такой откровенный итог вашего доклада. Да, конечно, некоторые хотели на себе уже пиджаки рвать и дисперсность свою выразить, но я со своей стороны все же выскажусь тут немного. Ну, на самом деле не все университеты, да, 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 нужно просто, наверное, съездить вам там, как минимум в политех, там может быть, да, еще кому-то, потому что многим это есть, чем похвастаться. И опыт вашего взаимодействия с перминским политехом, он на самом деле вот как раз то самое показывает, что, во-первых, есть группы, достаточно, не то, что достаточно очень сильные, которые способны решать задачи нашей промышленности. И опять-таки в ваших же словах были там, да, некоторые ремарки, что коллеги там, которые занимаются производством, говорили, что оснастку там будет вам 3-4 месяца делать, а команда Дмитрия Николаевича там реализовала все значительно быстрее, хотя и сделал это немножко там другим способом. Действительно, понимаю там боль конструкторскую, когда там они говорят, ой, а нам там через полгода нужно сдавать уже что-то в железе, да, уже испытанное, а ему говорят на производстве, ребят, ну мы штамповую оснастку будем полгода делать. Это, конечно, да, никуда не годится в условиях там текущей нашей экономической и политической ситуации. Здесь мы должны все как бы консолидироваться и поддержу ваши слова в смысле некого нашего объединения. И опять-таки вот тут у Дарьи у нас пришла, она вначале мое приветственное слово не слышала, но я повторюсь. Даш, нам нужно собираться. Будет чаще, да, да. Значит, есть ли вопросы из зала у нас, коллеги, о Евгении? Нет, давайте мы послушаем нового человека, потому что Евгения мы уже сегодня слышали очень много. Добрый день. Интересует такая информация. Все знают то, что есть достаточно много различных полуфабрикатов, которые получаются разными методами, например, паковки, отливки и остальные вещи. Как тогда называются заготовки, которые производятся вашим методом? Слово заготовки не годится? Заготовки называются. Просто добавляешь методы, с которыми она получилась. Вот и все. Спасибо.